В Международный день интернета, который как раз и отмечается в мире 4 апреля, наш корреспондент Анна Троян решила поинтересоваться, есть ли жизнь вне и без всемирной сети. Что думают на этот счет люберчане, узнаем прямо сейчас. Кажется, совсем недавно любимые программы мы смотрели только по ТВ. Музыку слушали на компакт-дисках, а о новости узнавали из свеженапечатанных газет. Век информационных технологий полностью изменил нашу жизнь. И теперь благодаря интернету все это можно получить из любой точки планеты. А что будут делать люди, если всемирная сеть исчезнет? Давайте спросим у них. И что для вас вообще интернет? Все, работа, у меня инстаграм, все рабочие подписки, я работаю в интернете. Общаюсь с семьей, допустим, с родственниками, которые далеко живут. Могу посмотреть какие-то акции. Общаемся, смотрим кино, узнаем что-то много разное. То есть я обычно книги стараюсь не читать, мне это не интересно. В интернете я больше всего нахожу информацию. Интернет? Ну только, наверное, для того, чтобы узнать что-то. Ну, например, что читаете? Читаем. Ну, ребенку сказки. Просто не очень увлекаюсь интернетом. А чем ты увлекаешься? Книги. По году узнаю, больше ничего. Хорошо, как раньше по году узнавали до интернета? Раньше радио было в каждом доме, сейчас нету. А ты застал времена, когда не было интернета вообще? Нет. Это очень давно стало необходимостью в моей повседневной жизни и в работе. А что делаете? Ну, у меня работа связана с этим. Плюс развлечения, почта, сайты. Ознакомитесь чаще на улице или в интернете? В интернете. Как вам вообще? На улице ознакомимся все равно в интернете. Да, там общаемся, дальше продолжаем общение интернет. Я думаю, лучше так познакомиться, правильно? Вот давайте представим, что интернета нет, его не существует. Как тогда будете жить? Переживу. Буду жить, как жил, в 80-х и 90-х. А что вы делали? Ничего, писали письма. Я человек старой формации, ретроград. Раньше, когда не было интернета, был фидонет. Люди как-то выходили из ситуации, общались. Ну, спортом займусь. Займусь любимым делом. Рыбалкой, охотой. Ходить уже по улице, знакомиться, читать книги. Согласились бы отказаться от него? Нет. То есть нам он нужен? Очень. Как ни крути, современность сложно представить без интернета. Да что греха таить, он нам по-настоящему нужен. Однако, с другой стороны, как могла бы быть разнообразна и насыщенная жизнь без всемирной сети? Анна Троян, Александр Богданов, специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.